Всем привет и это очередной обзор от крупного игрового портала Game Awards. На этот раз речь пойдет о переиздании God of War 3, которая отличилась своей отличной графикой. Ох уж этот God of War 3. Фанаты серии так сильно ждали продолжения истории о похождениях Кратоса, а получили лишь переиздание третьей части. Хотя это лучше чем ничего. Желание разработчиков заработать кругленькие суммы на играх всегда было в моде. Третья часть God of War 3 вышла не так уж и давно. Соответственно многие игроки до сих пор ее помнят. И можно уже плюнуть на тот факт, что на то время игры не было Full HD. Ведь продолжение истории игры о лысом зеке в наколках, желающем постоянно убивать якобы во имя справедливости, всегда имело красивую и хорошую графику на уходящем PlayStation 3. Но так как лень и жадность присутствуют в каждом человеке, разработчикам было лень создавать новую историю об убийце богов и хахале Афродиты. Так что игрокам во второй раз предлагают прогуляться по знакомым дорогам. Причем с уже более четким графоном, на которых графодрочеры еще не раз смогут передернуть свой причиндал. События игры Начинаются с того, что наш лысый друг, заручившись уже поддержкой грозных титанов, верхом на огромной бабе Геи, штурмует Белый Дон, то есть Олимп. И вскоре весь штурм идет в полное очко, потому что титанов неожиданно разбивают. Гея стремительно летит вниз, лизаться с землей. А Кратос, взяв Посейдона за яйца, летит на чаепитие во владение Аида. Чайка пососать ему не дают, так как нужно сразу же начинать копить силы для повторного штурма. Копить силы предстоит привычным способом – кромсать и рубать всех, кто становится у вас на пути. И все это ради того, чтобы добраться до папки Зевса и дать ему ремня за то, что он в детстве бросил мамку Кратоса, не выплачивал алименты и давал часто по шее за плохие оценки. На самом деле история гласит о том, что Кратос был спартанским военачальником, который заключил сделку с самим богом войны Оресом. Тот же в обмен на его служение обеспечил Кратоса мощным и грозным оружием. В ходе одной битвы Орес приказывает Кратосу расправиться с жителями небольшой деревушки. После того, как у Кратоса спадает ярость, то он понимает, что деревушка – это его родное поселение. А среди трупов лежит его дочурка и жена. С того момента Кратос жестоко мстит богам за их, б***ь, интриги. Поэтому его можно понять. Кратос! 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 Да, серия God of War 3 уже давненько дала всем понять суть бессмысленного насилия. Это прекрасно отображается в действиях Кратоса, ведь он мизантроп, который валит всех, кто ему попадается и просто моральный урод. Помните, детишки, это не та игра, которую можно будет запустить при мамке. Тут только одна сцена с выдавливанием глаз, чего стоит. Такое действие наверняка надолго засядет вашей психике. Хотя, если взять сценку битвы Кратоса и Крона, то выдавливание прыщей на спине Крона смотрелось бы намного веселее, если бы они не извергали фонтан крови. Боевая система God of War 3 Remastered довольно простая в плане освоения. Ведь все просто. Блок, перекат, легкий удар, тяжелый удар, захват и бросок. Даже несмотря на все нюансы боевой системы, игра все равно проста в освоении. После часа игры вы уже будете набирать на своем счетчике ударов сотни ударов за один раз. Если посмотреть на игру с технологической точки зрения, то игра смотрится очень хорошо на PlayStation 4. Что уж тут говорить о PlayStation 3. Стабильные 60 FPS и разрешение в 1080 пикселей делают свое. Поэтому творят настоящее чудо. Конечно, если бы разработчики немного подняли свои задницы, тогда могли бы еще запилить новые текстурки. И все же, так как Кратос с особой жестокостью выдирает мясо из своих врагов, просто поражает и смотрится восхитительно. Отдельно стоит сказать о звуковом оформлении, так как оно выполнено в игре на очень высоком уровне. Если вы тот человек, который имеет у себя крутую акустическую систему, тогда вам выпадет честь на долгое время запомнить то, как ломаются кости, вырывают глотки и выпускают наружу кишки. А на стоны красавицы Афродиты прибегут не только родители, но еще и соседи из соседнего дома. Причем крики будут такие, что вы и сами кончите на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все же, кроме нового крутого графона God of War 3 Remastered, игрокам больше ничего не предлагают. Новых уровней нет, новых режимов тоже, даже никаких жалких дневников разработчиков не прилагается. Не то, что у закадровых комментариев после титров. Обидно, конечно. По уже всем понятным причинам, фоторежим нельзя назвать полноценной новой деталью игры. А вообще, с ним вы сможете в любой момент запечатлеть какой-нибудь интересный кадр, чтобы потом показать друзьям, как вы увидели в игре голую грудь или поимели Афродиту. Кроме этого, в оформлении ваших снимков вам поможет весьма простой фоторедактор, который даст возможность сделать не только крупный план и панораму, но и наложить какой-нибудь графический фильтр. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! В итоге, тот, кто уже знаком с оригинальной игрой God of War 3, наверняка пожалеет из-за того, что выкинет деньги лишь на то, чтобы увидеть когда-то пройденную игру с новым графоном. Если же вы до сих пор не играли в God of War 3, тогда God of War 3 Remastered принесет вам массу удовольствий. Сама же игра была в свое время отличной, поэтому и остается сейчас такой же. А 60 FPS и Full HD – это просто приятное дополнение, но не больше. На этом все. До скорых встреч. Убивайте нечисть, защищайте невинных и никогда не заключайте сделки с богами. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.